Если деноцификация, то при чем тут вхождение в Россию? Когда твой друг зигует, людоеды и упыри? Сухуми или Степанакерти? Авторитаризм? Самый печальный итог Карабахской войны. Мы спасаем или завоевываем? Короче говоря, Сазар Субари, бывший грузинский омбудсмен, сказал, что евроатлантическая интеграция лишает Грузии части суверенитета. И в этом, как всегда, две новости. Обвинения в любви к России уже никто не боится. И правильно. И для обвинителей, и для обвиняемых это уже фигура речи, общие места, как страсть Беззина Ванишвили к большим деревьям. Конечно, кому-то Путин люб, а Байден хуже Обамы. Но это уже ничего не определяет. И не только в Грузии. Невера в Путина выводит на Пражскую-Васловскую площадь десятки тысяч человек под лозунгами «Чехия превыше всего», то есть, простите, «Чехия на первом месте». И тоже «Долой НАТО», «Навеки с Россией», то есть, извините, даешь прямые договора с «Газпромом». Позавчера «Прочь сирийские беженцы», «Вчера избавьте нас от вакцин», «Сегодня украинцы гоу-хоум» и «Навсегда прочь грязные руки от нашего домостроя». Жанры разные. Но где такой их набор, будет понят. Понятно где. Не в Брюсселе. И вся формула любви в холодной Москве. Эти люди – бесценный капитан. Действительно, силы народа. Лучше не скажешь. Они окрылены и искренни. Им что Украина, что Сирия. И этого не понять либералам-идеалистам. Вместо украинцев могут быть, наоборот, русские. А можно одновременно и против Кремля с его нынешней войной, и против Германии с прошлой. Как нынешняя Варшава, требующая от Берлина репараций в два польских ВВП. И, если кто не заметил, дважды за минувшее лето за Грузию заступилась Венгрия, назвав ошибкой непредоставление Тбилиси статуса кандидата в ЕС. Вот уж без кого сюжет был бы точно неполным. Казалось бы, как можно сегодня выигрывать тендер названия «Оплота Москвы в Европе там, где помнят 1956 год?» Можно. Потому что Москва всего лишь приправа и соус к главному блюду, тому самому суверенитету, который Брюссель и внутренний Сорос почему-то путают со вседозвольностью. Еще можно, по примеру того же Орбана, для гарантии назваться нелиберальным государством. Но не все сразу. Время есть. А пока пусть будет такая партия. Пусть Сазар Субари смело воспевает настоящую мечту. А там как пойдет. Надо будет обанкротить вместе с долгами. Обычное дело. А если что, дружественно поглотим. Короче говоря, да. Две новости. Грузия уже Европа. Только входит она в нее через Венгрию. В урбанизованном порядке.